Представьтесь, фамилия, имя, отчество. Назовите. Наумов Михаил Григорьевич. Как вы узнали о начале войны? Я как раз в техникуме экзамены сдавал. Как раз. И шел домой. И мне товарищ знакомый сказал, что война начала. Ну, хотя там знали, но... Учителя-то не сообщили нам, ничего не сказали. Ну, радио тогда только что не везде было, не в каждом доме. Так что... Ну, а у него вроде бы было, и он сказал, что война начала. Ну, и сразу тут... Нас мобилизовали сразу в соседний район на Волгу. Ну, вот, укреплять. Ну, на оборонные работы на Волгу послали. Строить доты строили, медзоты. Ну, там много и москвичи, и ленинградцы, наверное. Наехало полно, работали. Все копали. Укрепляли, укрепляли. Ну, воиновы они не нужны оказались. Он не пошел, не дошел, и как раз... Он больше, чем с десантом, самолетом... Вы слышали речь Молотова 22 июня 41-го года? Слышали речь Молотова 22 июня? Да, я слышал. Какое впечатление на вас произвело? А? Какое впечатление речь на вас это произвела? Как он призвал всех? На защиту, так? В таком? И себя и настраивало на это. Но еще нас возраст не подходил. Наш было... 16 лет еще было в Армении, не брали. Пришлось ждать, когда возраст подойдет, нас взяли. Вот как раз в январе и взяли нас в армию в 43-м году. Какие минуты, какие события были самыми трудными на войне? Да легких не бывает, все они. Это самое трудное было, когда мы на границе стояли. Нас отправили на восток, чтобы японец в тыл нам не ударил. Охраняли границы. Самый укрепрайон наш, чтобы японцы нас в тыл не ударили. Ну вот, нас там держали. Ну, располагался наша часть, укрепрайон наш. Это Урский укрепрайон был. Весь седьмой наш батальон стоял. Ну, службу там тяжело было. Да, значит, в основном питание плохое было. Все молодые, а кормили славу плохо. Так что, радоваться нечему. А как преодолевали бытовые трудности? Как преодолевали бытовые трудности? Да бытовые какие? Там бытов всех одинаковые, что, халат. Армейская служба, есть служба, все. Какой там быт. Жили где? Ой. В дочь сидели, а там чего? О, трещу. А туда спустишь, левдон. Там вот коптилочка чуть-чуть коптит. Оттуда вылезешь. Сразу слезы текут целый день. По тьмах сидишь там, как крот вылезешь. Ну, а потом уже в землянки вылезли на нас. Ну, тут полегче стало. Хоть цвет видно. Да, да. Ну, это наш род как раз стояло они занимали эти доты у нас сколько их? Восемь или десять было. После самого города отпор, на самой границе, да. как железная дорога шла через Манчжурию, да. Вот. Шла Москва-Пекин вот эта линия, да. Она через Манчжурию напрямую, а не через Хабаровск. Через Хабаровск это далеко, а едет напрямую. Вот. Мы тут эту точку охраняли мы стояли в этом месте. и с этой точки мы по правой стороне железной дороги и пошли мы в Манчжурию, но когда война началась в Японии. Ну, дошли мы с боями, правда, до города Хайлару дошли. Это километров триста, наверное. Но дальше нашу часть не пустили, отозвали обратно, на свое исходное место. Ну, оно вроде боев больших-то не было, а все равно мы много потеряли, не как 60 человек за батальон потеряли мы. Он стреляет, откуда его не видно, эти японцы. Идешь, они... И вроде в чистом поле никого нет, и стреляет, откуда стреляет, черт не знаю, не поймя. Какие награды вы имеете? награды какие. В основном за победу над Японией, да, но это все медали отечественной войны, да, остальные юбилейные медали в честь праздников таких. Ну, самый печальный случай, конечно, не для меня, а для нашего батальона, это когда мы брали высоту, то командир батальона и командир роты как раз передо мной я как швизист с радиостанцией тут с ними был, а они из окопа вылезали, и стали рассуждать, как дальше действовать. Ну, а снайпер япанский откуда как щелкнул, а они сразу с одной пули сразу убил командира и батальон и командира сразу они рухнули перед моими глазами я во рве остался на выкопе а они вылезли и вот попали на мушку и сразу начальник сразу команду дала отступать все отошли назад я команду передал отступайте отошли наделок вечерело да ушли и нас больше до хайлэрр дошли и потом нас никуда больше назад вернули вы верили в бога до войны в бога вы верили в до войны да не совсем но прибегает не прибегал к ему так больно но в то время видишь что пропаганда была бога нет да она бога не нужен попробуй заикни значит нельзя говорить что ты бог да да ну в душе конечно верила а высказать помогала ли вам помогала ли вам это вера ну наверное помогло раз живой остался ведь тут критерий нет никто может бог не бог кто по червене по божечкам по божечкам никто не знает и сейчас никто не знает как верили в богопредки так и мы нам передается по наследству да очень неточного нет никакого да хошь не хошь говорит назвалось грузем полезая в кузов какое было ваше отношение к Сталину Сталин хоть и мы кричали за Сталина за Родину но законы его были более жесткие для народа сказать ничего нельзя были времена на работу попробуй опоздай там на минутку сразу тебя отправить куда-нибудь нет жесткие времена очень и в деревнях технологии какие он брал все дал работа работает ничего получать нечего палочек напишут и все и ничего нет жизнь тяжелая была ничего хорошего нет вспомнить нечего вы часто писали письма домой писал коже писать надо а могли писать обо всем что происходило могли писать обо всем что происходило писать не писать ну это нет но все равно цензур было проверять нараев попробуй напиши что-нибудь тебе сразу ведь все проверялось не только войну и после войны все проверяется сейчас немножко вроде перестали другие страны как-нибудь помогали продовольствием может быть еще чем-нибудь ну Америка помогала нам все вот машины стадобейкеры были нам присылали дети ну и консервы пришел американский больше нет больше ни от кого не было по-моему как и где вы встретили день победы 9 мая 45-го года день победы как раз мы на учениях были и вот ночью по радио у нас радиостанции были да послышали что война окончилась и сразу нас в это в центр ну части в честь батальона да в штаб батальона туда пришли где не располагает здесь выстрелись мы все торжественно и отсылетовали в честь победы дали салют и вот и после этого дня три месяца все это готовили нас к войне с Японией да три месяца время штурмовали сопка груш была да все время кричали вот каждый день там нас натаскивали обучали как надо и ровно через три месяца вот восьмого девятого пошли началась война с Японией вот так воевали как вы восприняли победу над Японией как восприняли победу над Японией что чувствовали да мы уже я говорю нас отозвали мы уже это в расположении батальона были ну и уже 2 сентября да объявили что Япония капитулировала ну и перед этим как раз американцы Японию атомные бомбы бросили там нахера все время ну и тут нас опять разошлись мы по своим местам кто где служил но оборудование наши пулеметы там оружие какое было законсервировали все ну и а сами в землянках тут жили ну а потом нас а так и служили да пока не демобилизовали у вас есть какой-нибудь любимый военный фильм он Сейчас название-то забываю, я не знаю. Ну ладно. Есть, но просто название не помню. Все патриотичные, я говорю. Все захватывающие, я говорю. Что бы Вы пожелали нашей молодёжи? Наша молодёжь училась, не ленилась. Знание обогащалось. Они нужны для знаний сейчас. Ни туды, ни сюды. Так что... И чтобы науку двигали, и производство. Новые технологии сейчас, да. Чтобы как можно быстрее эти технологии осваивали. Важные технологии. Важные технологии. Продолжение следует...